Тушь от фирмы Essence Тушь от фирмы Essence Навально маскарадный эффект В общем, тоже пару раз попробовала, мне не понравилось Следующая тушь, от которой Честно говоря, я в абсолютном восторге И этот восторг для меня стал Полной неожиданностью Мне посоветовала ее в свое время девушка У нее, по-моему, тоже есть канал На ютюбе Она мне сказала, говорит, попробуй вот эту тушь Называется Tubio Lashes От фирмы Divas Я пошла в магазин, увидела ее Купила, домой прихожу А она, оказывается, не черная, а серая Причем, нигде никаких Вот как вот у этой туши Мы сразу понимаем, что эта тушь не черная Здесь никаких обозначений нету И только на самой упаковке Маленькими, малюсенькими Просто тут буковками Написан цвет Причем, если у вас не стопроцентное зрение Вы вообще не увидите, что там это написано Здесь написано, что тушь серая По цвету она мне, конечно, абсолютно не подошла Но любопытство ради Я ее использовала довольно долго Здесь не силиконовая кисть И кисть абсолютно не гнется ни в какие стороны Причем ворсинки очень жесткие Похожи на ершик Я такие кисти не люблю Но тушь просто потрясающая Она делает какие-то нереальные ресницы Очень объемные и подкрученные И удлинение тут же В общем, отличная тушь И стоимость в районе, по-моему, 400 рублей Если мне память не изменяет Очень-очень вам советую ее попробовать И самый огромнейший плюс этой туши Это то, что если все предыдущие Когда вы умываете, все это размазывается И эффект панды такой создается То вот эта тушь смывается Она смывается красиво Никаких разводов под глазами Она просто постепенно смывается Смывается, смывается Отличнейшая тушь Я думаю, что из бюджетных Я подумаю о покупке Именно вот этой В черном оттенке Следующее, что я хочу вам показать Как-то помните Одно время была очень популярна Фирма Стиллери У меня от этой фирмы Никогда ничего не было Я увидела небольшой стенд Думаю, начну с карандаша Мое знакомство оказалось Неудачным Цвет здесь Какой здесь цвет-то Оттенок 0,5 Во-первых, неудачным Цвет в упаковке Очень красивый Он даже на своче Выглядит неплохо Но на моих губах Вы знаете, не буду говорить Вот за всех Только на моих губах Это выглядит очень неестественно Какой-то такой розово-оранжевый оттенок Причем текстуру самого карандаша Как пластилиновая Обводишь губы И ощущение просто очень неприятное Как будто пластилин прям приклеивается к губам Мне, в общем, не понравилось Я несколько раз попробовала Но как-то мы с ним так и не подружились Поэтому я решила его выбросить Следующее, что я вам покажу Давайте вот два карандашика Нет, вот нашла еще один карандаш Для губы Это фирма Кайсо, наверное Косметический карандаш Оттенок номер 113 Не буду на нем особенно останутся Потому что не помню, где я его покупала Этот карандаш Спустя, наверное, пару недель После покупки Начал пахнуть просроченной косметикой Я даже рисковать не стала им пользоваться Хотя в целом так карандаш, кстати, нормально носился Достаточно мягенький Не буду на нем особенно останавливаться Теперь два карандашика для бровей Которые мне безумно понравились Но у которых есть огромное но Первый карандаш Оттенок здесь Тауп, по-моему Доре Тауп называется Это карандаш фирмы Colourpop Я заказывала на официальном сайте С одной стороны щеточка С другой стороны сам карандашик, соответственно Этот карандаш мне безумно понравился тем, что он тончайший Настолько удобно рисовать брови Это просто фантастика Цвет идеально подойдет Сейчас вот тут я специально оставила Не стала использовать до самого конца Чтобы показать вам цвет Цвет идеально просто подойдет блондинкам Здесь нет ржины Такой сильно заметной красноты Он очень нежно смотрится на бровях Лицо выглядит очень-очень нежным Но, честно говоря, вот у меня волос темные Я им пользовалась вообще отлично Я люблю, когда брови от волос отличаются Вот что бы мне кто ни говорил Я люблю, когда брови светлее, чем волосы В общем, к карандашу претензий нет Он в меру стойкий, не водостойкий Если вы потрете бровь, то цвет размажется Но хорошо, держится в течение дня Претензий нет Единственный минус у этого карандаша Он очень быстро заканчивается И не потому, что он такой вот и тоненький И жирненький А потому, что он ломается То есть чуть-чуть выкручиваешь Я не выкручиваю вот настолько карандаши Буквально капельку выкручиваешь Начинаешь прорисовать бровь Он раз и треснул, и лопнул И отвалился, я его выбросила Выкручиваешь следующую порцию Пол брови нарисовала на раз Опять Причем я нажимаю еле-еле Потому что карандаш очень-очень мягкий В общем, мне кажется, что половину карандаша Я просто таким образом выбросила Качества у карандаша претензий нет Он очень удобен Но вот этот минус того, что он ломается Конечно, факт остается фактом Вот такая вот неприятная история Следующий карандаш Это корейская фирма Тони Молли Карандаш мне тоже очень понравился Он очень мягкий С одной стороны тоже щеточка С другой сам карандашик Но этот карандашик я вам уже не покажу Вот, ну, кстати, смотрите Вот так вот они ломаются Вот такой вот кусочек Этот карандаш тоже ломается И вот чуть-чуть вот буквально выдвигаешь Он раз, сломался И точно так же у меня нет претензий К этому карандашу Слушайте, давайте вот У меня чуть-чуть грифель остался Я прям хочу просто цвет вам показать Этот карандаш Вот кто бы знал там Что я буду так вот грифелем с фочей делать Цвет значительно темнее Подходит под мои темные волосы Конечно же, подойдет практически Всем темноволосым девушкам Не имеет ни рыжины, ни красноты Оттенок у меня здесь Вот опять все по-корейски Непонятно, какой оттенок Я поищу И постараюсь вам подписать этот момент В общем тоже Этот карандаш не такой мягкий Как предыдущий От фирмы Colourpop Но рисует хорошо Стойкость тоже у него средняя Если потереть, он стирается Но так в течение дня неплохо держится Но вот этот вот опять-таки момент Что вот эти вот грифели Трескаются, ломаются и отваливаются И в общем-то по сути Опять-таки я пол карандаша Просто выбросила в помойку Следующие два продукта Которые у меня остались Лип максимайзер от фирмы Диор Я чуть-чуть оставила Чтобы цвет вам просто показать У меня был розовенький Оттенок 001 Полмира по этим Лип максимайзерам Сходили с ума В целом Претензий у меня К этому средству нету Действительно Кожа губ очень выравнивается Все трещинки Морщинки заполняются Эффект такой Легенького ментола Немножечко Охлаждает губы Конечно же Ни о каком увеличении губ Речи здесь не идет Как были у меня тонкие губы Так и остались Вы можете видеть это сами Но продукт классный У меня еще есть миниатюр Такого блеска Я ношу с собой В косметичке Если куда-то езжу Классный эффект Глянцевых и зеркальных губ Цвета вот этого розового На губах практически не видно Но создается эффект На лице какой-то вот такой свежести Прикольный продукт У меня в общем-то Вопросов к нему нет Ну и последнее что я вам покажу Это консилер От фирмы Корейской фирмы The Sime В двух оттенках существует На 01 и 02 У меня оттенок 02 Покупала я На сайте корейской косметики Люнифера У меня Никогда еще не заканчивались Консилеры Этот консилер Вы знаете Я его даже вот Ватной палочкой Пыталась оттуда выковырять Потому что Лучшего консилера У меня не было никогда У меня оттенок 02 И для совсем белоснежек Этот консилер В оттенке 02 Будет Я не знаю Получится свотч Хотя бы как-то сделать Потому что там уже вообще Ничего не осталось Для совсем белоснежек Конечно оттенок 02 Будет темноват На моем лице Если я пользовалась им Без тональной основы То был как Желтенькое пятно Если поверх тональной основы То как-то я не знаю То ли сливался с этой тональной основой Что там происходило Вообще непонятно Незаметно Очень плотный Способен перекрыть Самые серьезные покраснения Только что Вскочившие прыщики Лопнувший сосуд У меня здесь я показывала С легкостью перекрывал Какие-то участки Там может быть под глаза В общем Любой участок на коже Который вам нужно замаскировать Это консилер маскирует При этом он очень стойкий И держится Если не в течение всего дня То В принципе целый день Я с ним ходила без проблем Честно говоря Поэтому не знаю Там какое количество времени Должно пройти Чтобы это был показатель Супер стойкости Ну в общем-то Никаких проблем Не было И кроме того Цена наибюджетнейшая Он стоил На тот момент На Лунифере Что-то примерно 400 что ли рублей 400-420 Вот такая вот была цена Вы знаете Мне кажется Что Все консилеры Жидкие Более дорогих фирм Они не то Что были лучше Вот этот вот Замазывает все несовершенства Лучше Поэтому за такую бюджетную цену Я скорее всего Куплю вот Повторно редко Покупаю какие-то продукты Но мне честно говоря Не хочется тратить Много денег За продукт Который будет Не лучше по качеству Чем вот этот Поэтому скорее всего 400-450 рублей Моя покупка Обязательно повторится Я надеюсь Что это видео Было для вас полезным Интересным Пишите в комментариях Что в последнее время Закончилось у вас Что вам понравилось Что не очень понравилось Мне эта информация Тоже будет очень полезна Вы знаете Что я все комментарии читаю На сегодня все Я надеюсь Что мы увидимся С вами в новых видео Пока В сегодняшнем видео Я использовала тени Из палетки Makeup Revolution И помаду Golden Rose В оттенке 17